Приветствую вас, я думаю, что если вам коллега ответил, Сергей, что у вас могут быть физиологические причины, мне не очень приятно это говорить, но коллега вам не точно ответил, потому что физиологические причины, особенно что у вас нет. Вот, вы пишите, что когда вы ныдя с собой, у вас в порядке, вот, так что физиологические причины у вас, я думаю, нет. Другой вопрос, что если физиологических причин нет, то есть психологические причины, они в первую очередь связаны с тревожностью. То есть, вы отребожитесь, вы слишком много внимания уделяете сексу, вы слишком высоко ставите отношение секса именно с девушкой, и естественно, естественный процесс возбуждения, он просто-напросто куда-то уходит. уходит, потому что, ну, ему просто-напросто подавляет всё. Вот, то есть это, вот, к сожалению, это такая вполне неприятная, но нормальная история. Вот, и я думаю, что здесь в первую очередь работа с вашей тревожностью, вот, с снижением значимости секса для вас, вот, с выстраиванием более интимных, более доверительных отношений с девочками. Вот, чтобы, ну, чтобы было легче, чтобы было более соестественным, вот. Далее, выработка отношений к телу, вот, то есть более такое расслабленное, более такое свободное, непринужденное отношение к телу, да, то есть это когда, например, вы и девочка развиваетесь, да, то у вас, очевидно, возникает сразу такая идея о том, что, вот, я должен, я должен, я должен, там, сразу заняться, ну, сразу заняться с ней сексом. Вот, ну, я, опять же, опять же, я не думаю, что это соответствует действительности, потому что вы ничего не должны, вот, и к своему телу, и к телу девочки нужно привыкнуть, да, нужно, чтобы было, чтобы это было все-таки более естественно, вот, как я уже сказал. И вот тогда ситуация будет более чем адекватно, да, вот такая вот определенная, такая вот определенная, плановая, я бы сказал, работа, плановая работа. Это именно, вот, в нескольких направлениях, да, отношение к сексу, общая повышенная тревожность, отношение с девушками, как вы их выстраиваете, вот, все вот это вот нужно разбирать. Потому что, ну, по-другому, просто не получится, и по-другому вам, самому же вам будет, ну, плохо. То есть вы будете, ну, вы будете просто, просто, вот, не в том направлении двигаться, да, вы будете не туда, просто, вот, направлять, вот, свою энергию, свои ресурсы, вот. Я не думаю, не думаю, что, что это сколько-нибудь для вас будет позитивно, вот, поэтому, как бы, самой по себе проблем нет у вас с потенцией. То есть, ну, если только речь не идет о том, что вы выбираете, там, например, себе девушку, которая вас не привлекает в сексуальность, да. Вот. Еще один момент, важный, на мой взгляд, заключается в том, что человек испытывает сексуальное возбуждение тогда, когда он чувствует себя защищенно с безопасностью. Вы с девушкой, очевидно, в безопасности себя не ощущаете, вот, что и порождает, соответственно, вашу, ну, вашу тревогу и не способность, невозможность возбудить. Вот. Соответственно, с тревогой, при условии, что девушка вас привлекает, соответственно, с тому, что вам нравится, что вызывает возбуждение, отношение с девушкой вызывает тревогу. И то, что вызывает тревогу, нужно разбираться. То есть, в чем-то выглядит угроза. Когда есть угроза, по-настоящему никакого божья не верт, потому что человек думает о том, чтобы защититься. Грубо говоря, включается инстинкт самосохранения. Вот. Язык самосохранения является более доминирующим, чем инстинкт сексуальный. Ну, продолжение родов, грубо говоря. Вот. Поэтому, если у вас запускается тревога, если вы увидите угрозу, то совершенно очевидно, что какие-то причины, да, какие-то основания для этого есть. И нужно именно разобраться в том, что это за основания, что они себя представляют, что именно вас приходит, что именно вас беспокоит и почему. Вот. Я думаю, что если это разобрать, то постепенно все вот это вот уйдет. Да, какие-то моменты вам нужно будет изменить, какие-то моменты вам необходимо будет, там, обратно говоря, задекларировать. То есть вы заявите об этом. Как бы вот той же, например, девочке нужно будет заявить о том, что, там, не знаю, что у меня вот есть, там, допустим, такая вот особенность, там и так далее. Тут еще вот важно с чувством стыда такого вот поработать, чтобы вы не ощущали его. Потому что, когда, если будете разговаривать с девушкой об этом, о том, что вас беспокоит, посвящать, посвящать, как бы ее, в, ну, свои, в особенности, в особенности своих проблем. Вот. То есть важно, чтобы вы выработали к этому отношения. Потому что, если, если отношения не выработать, то ситуация будет такой, достаточно, ну, достаточно неприятна для вас. То есть даже при условии, что вы об этом будете говорить. Вот. Это тоже очень такой важный момент здесь. Вот. Так что, пока вот, пока вот, пока вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Не ставьте себе задачу быстро решить проблему, потому что такие проблемы быстро не решаются. Вот. Да и не нужно их быстро решать. Они все-таки, а там, интимная жизнь. Но, а, важно, что вот, ну, чтобы вы поняли, да. А, важно, что, а, сейчас у вас все неестественно происходит. То есть все это происходит, сейчас это неестественно, очень неестественно. А, вот, нужно сделать так, чтобы все это происходит без, по сути, участия в музыке. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо за внимание. Как только Aha. Пог진짜–